Во время встречи с общественностью в Череповце Владимир Путин сделал несколько заявлений, в том числе о поправках в институцию. Почему президент выбрал именно такой формат и как трактовать его слова, комментирует Георгий Буфт. Встреча с общественностью это, пожалуй, наиболее удобный публичный формат, когда политический лидер может дать разъяснение своего курса или предложений. Такие, какие со счет нужными, не ожидая уточняющих или неудобных вопросов. Как может случиться на пресс-конференции или, хуже того, в ходе развернутого интервью с иностранными журналистами, не обремененными излишним подобострастием к интервьюируемому? Простая же публика рада самому факту близости к национальному лидеру, который получил возможность донести до всей страны, а также политической и экономической элиты, некие важные месседжи. Собственно, месседж был всего один, но вполне четкий. Путин косвенно ответил на гулявшие по политическим куларам инсинуации по поводу того, что после принятия поправок, в том числе касательно президентских сроков и полномочий, его нынешний срок может как бы обнулиться, и отчет пойдет заново. Нет, он дает понять, что на такой вариант он вроде бы не пойдет. А вот все остальные объяснения можно свести к одной емкой фразе, мол, поправки продиктованы просто жизнью. Также остается гадать, что именно имел в виду глава государства, когда говорил, что некоторые положения Конституции не работают, как должны. Тут, конечно, хотелось бы знать поподробнее, какой же институт у нас не работает или работает хуже прочих. Конституционные, а также Верховные суды, и поэтому первые надо сократить с 19 до 11 человек, и их обоих поставить под более жесткий контроль исполнительной власти, глава которой сможет инициировать отстранение судей по факту поведения порочащего честь и достоинство. Или Дума слишком нерасторопна, а потому ей будет отведена всего неделя на то, чтобы безальтернативно утвердить предложенных премьеров членов кабинета. Также президент теперь получит право суперветы и сможет с помощью Конституционного суда забарковать даже те законопроекты, которые приняты в обход его вета двумя третями голосов. А может как-то стало сбоить процедуру назначения высших силовиков, и поэтому их кандидатуру надо пообсуждать с сенаторами, но потом все равно назначить. Впрочем, было бы некорректно главе государства слишком уж откровенно критиковать институты этого государства. Ясно же, что речь идет об эволюции от хорошего к еще более лучшему. В качестве недостатка Путин привел в пример разве что проблемы муниципалитетов, которые, по его словам, пока не связаны напрямую с государством и не могут влиять на ситуацию в регионах, в том числе в здравоохранении и образовании. Нельзя не согласиться. В то же время можно было бы наделить муниципалитеты соответствующими правами, а также налоговыми источниками для их бюджетов, в рамках проведенной уже сравнительно давно муниципальной реформы. Самое же главное, что Путин ни намеком не дал понять ничего о собственной роли после 2024 года. Кем он себя видит? Не пенсионером же во главе президентского фонда своего имени. Вроде и не президентом, а кем? Разброс слухов велик от премьера до председателя Госсовета или Совета Безопасности. Путин считает преждевременным говорить о том, как будут выстроены отношения между всеми этими структурами. Да и проекта закона о Госсовете еще нет. Возможно, он и сам еще не решил, кем ему быть после того, как он оставит пост президента. Откровенничать на сей счет было бы совершенно не в его духе. Объявить заранее свои планы, тем более если он хотя бы частично и постепенно будет отходить от непосредственного руководства всеми процессами, означало бы уже сейчас объявить себя тем, кого в Америке называют хромой уткой. Это стало бы потрясением основ и традиций самой российской государственности. Народ, а главное, политическую элиту, чтобы не интриговала и не строила заговоры, надо держать одновременно в недоумении, неведении, легком напряжении и почтенном, хотя и умеренном страхе. Все все узнают рано или поздно, но не ранее, чем это решит сам Владимир Путин. И только после того, как он все решит про себя. Он сам все и расскажет. Да и спросить его так, чтобы он ответил, все равно некому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!